Беседа 46. Матфея 13, 24, 481. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришелся же рабы дома, владыки сказали ему, Господи, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, Соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите и в житницу мою. Какая разница между этой притчей и предыдущей? Там Спаситель говорил о людях, которые без внимания Его слушали, а отойдя и самое семя бросили. Здесь же разумеет еретические сонмище. Чтобы ученики не смущались и этим, Христос после того, как объяснил им, для чего говорил притчами, предсказывает и об еретиках. Первая притча показывала, что слово его не принято. А вторая дает сознать, что вместе со словом приняты и вредящие слову. Таково одно из захищрений дьявола, что он к самой истине всегда примешивает заблуждения, прикрашивая его разными подобиями истины, чтобы тем легче обмануть легковерных. Вот почему и Господь называет посеянное врагом не другим, каким семенем, а плевелами, которые с виду походят несколько на пшеницу. Далее объясняет способ злоумышления, спящим, говорит, человеком. Немалой опасности угрожает он здесь начальникам, которым преимущественно вверено хранение Нивы. Впрочем, не одним начальникам, но и подначальным. Данными словами он показывает и то, что заблуждение приходит после истины. Как о том свидетельствует и действительный опыт. В самом деле, после пророков – лже-пророки, после апостолов – лже-апостолы, после Христа – антихрист. Да и дьявол пока не видит, к чему можно подделаться или над кем ухитриться. Ничего не начинает, даже не знает, как приступить к делу. Так и теперь, приметив уже, что одно приносит во сто, а другое – в шестьдесят, а иное – в тридцать крат, он избирает для себя новый путь. Так как он не мог ни похитить укоренившегося, ни заглушить, ни пожечь, то вымысляет другого рода обман. Именно – севает собственные семена. Но чем же, скажешь, спяще отличается от уподобленных путей? Там – тем, что там дьявол похитил посеянное мгновенно, не дал ему даже и укорениться, а здесь ему потребовалось для обольщения большей хитрости. Указанное-то Христос научает нас непрестанно бодрствовать. Пусть, говорит он, ты избег прежней беды, но тебе предстоит новое. Как там бывает гибель от путей, камней и терней, так здесь от сна. Нужно, следовательно, постоянно быть на страже. Поэтому-то он и сказал, что претерпевший до конца спасется. Нечто подобное случилось в начале христианства. Многие предстоятели церквей, введя в них людей лукавых, скрытных, ереси начальников, тем самым открыли дьяволу легкий путь для совершения своих козней. После того, как он сеял такие плевелы, ему нечего было уже и трудиться. Но как, скажешь, возможно пробыть без сна? Без сна естественного невозможно, а без сна произвольного – возможно. Потому и Павел сказал, бодрствуйте, стойте в вере. Далее Господь показывает, что дело дьявола есть не только вредное, но и излишнее, потому что он сеет после того, как Нива уже возделана и все работы кончены. Так поступают и еретики, которые единственное только под тщеславие впускают свой яд. И не в этих только, но и в последующих словах Господь продолжает с точностью описывать поведение еретиков. Когда взошло, говорит, он и показался плод, тогда явились и плевелы. Так действуют и еретики. Сначала они себя прикрывают. Когда же приобретут смелость и получат полную свободу слова, тогда и изливают яд. А для чего Господь вводит рабов, рассказывающих о случившемся? Чтобы иметь случай, сказать, что не должно убивать еретиков. Дьявола же именуют врагом, человеком, потому что он вредит людям. Он желает вредить нам, хотя это желание произошло не от вражды на нас, а от вражды на Бога. Отсюда ясно, что Бог любит нас больше, нежели мы сами себя. Посмотри с другой стороны, какова злоба дьявола. Он не сеял прежде, потому что нечего было погубить. Но когда уже все засеяно, сеет и он, чтобы испортить стоившее многих трудов земледельцу. Столь сильную вражду обнаружил во всем против него дьявол. Заметь, та же усердие слуха. Они сейчас же готовы выдергать плевелы, хотя поступают не совсем осмотрительно. Это показывает их заботливость о посеянном. Они имеют в виду не то, чтобы наказом сеявший плевелы был, а единственное то, чтобы не погибло посеянное господином. В первом не было нужды, а потому и придумывают средства, как бы только истребить болезнь. Впрочем, избравшие средства, они не осмелятся сами собой привести его в исполнение, но ожидают приговор от господина, спрашивая его, хочешь ли. Что же отвечает им господин? Запрещает, говоря, чтобы вы вместе не выдергали пшеницу. С этими словами Христос запрещает войны, кровопролития и убийства. И еретика убивать не должно, иначе это даст повод к непримиримой войне во Вселенной. 483. Итак, он останавливает их в исполнении предпринятого намерения по следующим двум причинам. Во-первых, для того, чтобы не повредить пшеницу, а во-вторых, потому что все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому, если хочешь, чтобы они были наказаны, притом без повреждения пшеницы, то ожидая определенного к тому времени. Но что разумел Господь, сказав, чтобы не выдергали вместе пшеницу? Или то, что, принявшись за оружие и убивая еретиков, неминуемо истребите с ними много святых? Или то, что многие из этих самых плевел могут перемениться и сделаться пшеницею? Следовательно, если вы, говорит он, искорените их преждевременно, то лишив жизни людей, которым было еще время перемениться и справиться, истребите то, что могло бы стать пшеницей. Итак, Господь не запрещает обуздывать еретиков, заграждать им уста, сдерживать их дерзость, нарушать их сходбище и заговоры, но запрещает их истреблять и убивать. И заметь, какова кротость Господа. Он не просто объявляет приговор свой, не просто повелевает, но излагает вместе и причины. Что же будет, если плевел соблюдутся до конца? Тогда скажу жнецам, соберите, вначале плевел освежите их в связки, чтобы сжечь их. Опять приводит на память ученикам слова Иоанновы, в которых он изображен судьею, и вразумляет, что должно щадить плевел, доколе они растут подле пшеницы, потому что для них возможно исчастать пшеницей. Если же еретику случится умереть без всякого плода, то необходимо постигнуть его неизбежное наказание. Тогда скажу жнецам, говорит Господь, соберите прежде плевелы. А почему же? Для чего прежде? Чтобы ученикам не подать случая к опасению, что вместе с плевелами выдергана будет и пшеница. И предложил, говорится, иную притчу. Так как Господь сказал, что три части посеянного погибает, и одна спасается, да и в самой спасаемой бывает великое повреждение, то, предупреждая вопрос учеников, кто же и в каком числе будут верные, уничтожает их страх, обращая их к вере притча о зерне горчичном, которая показывает, что проповедь распространится повсюду. Поэтому-то и предлагает весьма подходящий к предмету речи образ горчичного зерна. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет и вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Этим Господь хотел показать образ распространения проповеди. Точно то же самое, говорит он, будет и с проповедью. Хотя ученики его были всех бессильны, всех уничижения, но так как сила в них сокровенная была велика, то она распростерлась по всей вселенной. Далее к этому образу Господь присокупил еще подобие закваски. Ину и притчу сказал он им, Царство небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не скисло все. Как закваска над большим количеством муки производит то, что в муке усвояется сила закваски, так и вы преобразуете целый мир. Обрати внимание на смысл. Господь избирает для образа то, что бывает в природе, чтобы показать, что слово его так же непреложно, как и видимое в природе происходит по необходимым законам. Не говори мне, что сможем сделать мы, 12 человек, вступив в среду такого множества людей. В том самом и обнаружится яснее ваша сила, что вы, вмешанные во множество, не предадитесь бегству. Как закваска, тогда только заквашивает тесто, когда бывает соприкосновение с мукою, не только прикасается, но даже смешивается с нею, потому и не сказано, положи, но скрыло. Так и вы, когда вступите в неразрывную связь и единение со врагами своими, и тогда их и преодолеете. И как закваска, будучи засыпанной мукой, в ней не теряется, но в скором времени всему смешение сообщает собственное свойство. Так точно произойдет и с проповедью. Под тремя же мерами Господь разумел здесь многие меры, так как число это обыкновенно употребляет для значения множества. Не делись также и тому, что беседы о царстве он упоминает о зерне и закваске. Он беседовал с людьми неискусными и малоучеными, которых к высокому надлежало возводить посредством низких предметов, и которые были так просты, что при всем том имели еще нужду во многих пояснениях. Итак, где сыны Еленские? Да уразумеют силу Христова, имея перед очами истину события. Да поклонятся Господу, и как предрекшему такое дело, и как совершившему его. Он один вложил силу в закваску, для того он и верующих в него вмешал во множество, чтобы мы передавали другим свое разумение. Итак, пусть никто не жалуется на скудость. Велика сила проповеди. Однажды, скиснувшая, само делается закваску и для прочего. Как искра, когда коснется дров, зажженная ею делает новым источником огня, и таким образом простирается дальше и дальше, так и проповедь. Но Господь сказал не об огне, а о закваске. Почему же? Потому что там не все зависит от огня, но много и от зажженных дров. Здесь же закваска все производит сама собою. Если же 12 человек заквасили целую вселенную, то размышли, как мы худы, когда несмотря на всю свою многочисленность, не можем исправить оставшихся. Мы, которых по-надлежащему было бы довольно стать закваской для тысячи миров. 485. Но то, скажешь, были апостолы. Что же из того? Не находились ли они в одинаковых с тобой обстоятельствах? Не в обществах ли жили? Не ту же ли несли участь? Не занимались ли ремеслами? Разве ангелы они были? Разве с неба сошли? Ну, скажешь, они имели дар чудотворения. Но не по чудотворениям они сделали сами чудными. И долго ли эти чудеса будут служить для нас прикрытием нашего нерадения? Посмотри на целый сон святых, просиявших не чудесами. Многие сгоняли даже бесов, но потому, что творили беззаконие, не только не сделали с чудными, но еще подверглись и наказанию. Что же такое? Спросишь, садил апостолов великими, пренебрежение богатства, презрение славы, свобода от житейских попечений. Если бы не имели они этого, но оставались рабами страстей, то хотя бы и тьмы мертвецов воскресили, не только бы не принесли никакой пользы, но сочтены были бы еще и обманщиками. Итак, одна жизнь блистает всюду, ей только привлекается и благодать духа. Какое знамение сотворил Иоанн, привлекший к себе многие города? Что не чудо действовал о том, послушая евангелисты, говорящего, что Иоанн не дал ни одного знамения? Иоанн 10, 41. Отчего Илья сделался чудным? Не от дерзновения ли перед царем? Не от ревности ли по Боге? Не от нищеты ли ни от милоти ли пещеры и гор? Чудеса, сотворенные им уже после всех этих подвигов? Чудом ли каким Иоанн изумил дьявола? Никаких чудес не творил он, а показал блистательную жизнь и терпение, тверже Адаманта. Какое знамение сотворил Давид, находясь еще в юности, когда Бог сказал о нем, нашел я Давида, сына Исеева, мужа по сердцу моему. И Авраам, и Саак, и Яков воскресили ли кого из мертвых? Очистили ли кого от проказа? Знаешь ли, что дар чудотворения при нашей обеспеченности может часто даже вредить? Так многие из коринчан спали в расколы, многие из ремлян возгордились. Симон извержен и пожелавший идти за Христом оказался недостойным, услышав, что и лисы имеют норы, и птицы небесные гнезда. Все они, желая себе от чудотворения или денег, или славы, отпали и погибли. Но ревностная жизнь и любовь к добродетели не только не рождает такого желания, но если бы оно и было, истребляет его. И что говорил Христос, когда изрекал законы ученикам своим? Сказал ли, творите чудеса, чтобы видели человеки? Совсем нет. Так что же? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего на небесах. И Питеру не сказал, если любишь меня, то твори чудеса, но паси овец моих. Если его с Яковом и Иоанном Господь всегда предпочитал прочим апостолам, то скажи мне, за что такое предпочтение? За чудеса ли? Но все они одинаково очищали прокаженных, воскрешали мертвых. Всем равно Господь дал всякую власть. В чем же было их преимущество? В душевной доблести. Итак, видишь, везде потребна жизнь и явление дел. От плодов их, говорит Господь, познаете их. 486 Что же составляет жизнь нашу? Явление ли чудес или заботливость о благоустройстве и поведении? Очевидно, что последнее. Чудотворение же и начало отсюда заимствует, и конец свой здесь же имеют. Кто ведет превосходную жизнь, тот привлекает к себе и благодать, чудотворение. А приемлющая благодать приемляет для того, чтобы исправлять жизнь других. И Христос творил чудеса свои для того, чтобы через них, являясь достойным мира и привлекшим к себе людей, ввести в мир добродетель. Об этом-то преимущественно он и заботится. Вот почему он и не довольствуется одними чудесами. Но то угрожает гиенны, то обещает царствие, то предписывает чудные свои законы, употребляет все способы к тому, чтобы соделать нас равными ангелам. Но что говорить о Христе? Он ли один все творит с такой целью? Скажи мне, сам ты, если бы дали тебе на выбор или воскрешать мертвых во имя Его, или умереть за имя Его, что бы ты охотнее избрал? Не последнее ли без всякого сомнения? Но первое было бы чудо, а последнее есть дело. Если бы предложили тебе или траву превращать в золото, или иметь такую силу воли, чтобы всякое богатство попирать, как траву, не избрал ли бы ты скорее последнее? И весьма справедливо. Таким выбором ты больше привлечешь к себе людей. Увидим траву, превращаемую в золото, они сами пожелают иметь такую же силу, подобно Симону, а через стол увеличивается их любостяжательность. Напротив, если бы видели, что все попирают и презирают золото, как траву, то давно бы избавившись от этой болезни. Итак, видишь ли, что жизнь может приносить больше пользы? Жизнь уже называя не то, когда ты постишься, когда постилаешь вретище и пепел, но то, когда ты пренебрегаешь богатством, как пренебрегать им должно, когда избыточе стоишь в любви, даешь хлеб твой алчищен, сдерживаешь гнев, отвергаешь тщеславие, истребляешь в себе зависть. Такой урок предподан нам от Христа. Но учитесь, говорит он от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Не говорит, я постился, хотя бы мог упомянуть о сорокадневном посте, но умалчивая об этом, указывает только, ибо я кроток и смирен сердцем. И опять посылая учеников, не сказал, поститесь. Но что предлагают вам? Между тем требуют, чтобы они всячески берегли любостяжание, говоря, не собирайте себе золота, ни серебра, ни меди в поясы ваши. Говорю, это не в охлуждении, поста, да, не будет того. Напротив, весьма добряю пост. Скорблю только, когда вы, презрев все прочие добродетели, достаточные для вашего спасения, почитайте ту, которая занимает последнее место в лике добродетелей. Важнейшая жизнь из них любовь, кротость и милостыни, превосходящие даже девство. Итак, если хочешь сделать соравным апостолам, ничто не препятствует. Довольно для тебя выполнить одну только добродетель милостыни, чтобы ни в чем не быть скуднее апостолов. Никто поэтому не должен откладывать подвигов в добродетели до получения дара чудотворения. Если демон мучится, когда его изгонят из тела, то гораздо больше мучится, когда видит душу, освобожденную от греха. Подлинно грех есть главная сила демонская. По причине греха умер Христос, чтобы разрушить его. Грехом введена смерть, через грех все превращено. Если ты истребил в себе грех, ты подрезал жилы дьяволу, стер главу его, разрушил всю его силу, рассыпал воинство, сотворил чудо, всех чудес большее. Не мое это слово, но блаженного Павла, который сказал, ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший, представляет не дар чудотворения, но любовь, корень всякого добра. Итак, если мы будем упражняться в любви и, впрочем, любомудрие, на ней основанном, то не будем иметь никакой нужды в чудотворениях. Напротив, если не будем упражняться в любви, то не получим никакой пользы от чудотворений. Помышляя всем этом, поревнуем тому, через что апостолы соделали с великими. А хочешь ли знать, через что они соделали с великими? Послушай Петра, говорящего, вот мы все оставили и пошли вслед тебя, что же будет нам? Послушай также и Христа, отвечающего ученикам, вы сяете на двенадцати престолов, и всякий, кто оставит дом, или братьев, или отца, или матерь, сто крат получит в веки семь, и жизнь вечную наследует. Итак, себя все житейские попечения, посвятим себя Христу, чтобы нам мы соделаться равными апостолам по определению Его, исподобиться вечной жизни, которую дополучен всем и по благодати, и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.